Добро пожаловать на канал! Вы когда-нибудь задумывались об искусстве соблазнения и о том, что делает его неотразимым? Для некоторых это может быть обаяние, уверенность или соблазнительная магнетическая личность. Речь идет не только о привлечении кого-то физически, но также эмоционально и интеллектуально. Соблазнение – это тонкое и очаровательное искусство, выходящее за рамки поверхностности. Это способность привлекать и увлекать посредством подлинной связи, основанной на уважении и соучастии. Настоящее соблазнение заключается не только во внешности, но и в способности пробудить очарование ума и сердца. Это элегантный танец слов, жестов и присутствия, создающий захватывающую и загадочную атмосферу, в которой встречаются две души, чтобы исследовать глубину своей связи. Если подходить к нему с уважением и искренностью, соблазнение превращается в увлекательный танец, выходящий за рамки очевидного и исследующий самые интимные уголки человеческих связей. Стремитесь создать глубокую связь с другим человеком, ценя каждый общий аспект. Если вам понравился этот контент о соблазнении, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это помогает увековечить ценности древней философии, которую многим следует знать, чтобы жить с большим уважением и устойчивостью. Давайте продолжим это путешествие в мире, где технологии облегчают человеческие связи. Искусство соблазнения и связи важнее, чем когда-либо. Присутствуйте, слушайте и искренне стремитесь понять человека перед вами. Дайте ей почувствовать себя особенной и ценной. Сегодня я поделюсь с вами искренним отношением человека, который искренне хочет привлечь другого человека к жизни, полной обогащающего опыта. Уважайте обязательства и ценности партнера, который дополняет вас во всех отношениях. Если вы хотите открыть для себя основы хорошего соблазнения, продолжайте вместе с нами это путешествие самопознания, где мы будем исследовать сложные аспекты соблазнения и человеческих связей. От принципов языка тела до понимания психологии, лежащие в основе влечения, мы раскроем секреты формирования глубоких и значимых отношений. Это видео предоставит ценную информацию и советы, хотите ли вы улучшить свою личную жизнь или улучшить свои навыки межличностного общения? Присоединяйтесь к нам в этом путешествии самопознания и научитесь управлять сложным танцем человеческого взаимодействия с изяществом и уверенностью. В древнем городе Афинах во времена расцвета греческой философии жил мудрый юноша по имени Леонид. Этот человек, одаренный острым умом и безмятежным сердцем, был преданным последователем философии стойков. Его жизнь направлялась поиском добродетели и спокойствия даже среди бурных вод мира. Он знал, что лучший способ стать мудрым и уважаемым – это преданное образование, уважение к другим и развитие стоической добродетели. Леонид услышал о женщине по имени Калиста, известной своей красотой и обаянием, а также неуловимой и требовательной натурой. Слава о ее ослепительной внешности распространилась по всему городу, и многие мужчины безуспешно пытались ее покорить. Однако Леонид, оставаясь верным стоическим принципам, не позволил себе увлечься необузданным страстям. Он решил подойти к этому вызову со спокойным мировоззрением и сдержанным сердцем. Солнечным днем Леонид встретил Калисту на рынке. Вместо того, чтобы подходить с экспансивностью и лестью, как сделали бы другие, он выбрал другой подход. Он подошел с безмятежностью и уважением, показывая свою признательность за внутреннюю силу, которую он видел в ней, а не просто хваля ее поверхностный внешний вид. Он отметил ее достоинство и умение убедительно выражать свои мысли. Калиста, заинтригованная уникальностью Леонидаса, согласилась поговорить с ним. Во время выступления он поделился своими идеями о добродетели, самодисциплине и внутреннем мире, принципах, которые дала ему стоическая философия. Привыкшая к пустой лесте, Калиста обнаружила освежающую перемену в обращении с ней Леонидаса. Разговор продолжался, не пытаясь произвести на нее впечатление широкими жестами, а скорее увлекая своей мудростью и умением находить спокойствие среди хаоса. На протяжении недель и месяцев они делились опытом, исследовали идеи и находили утешение в присутствии друг друга. Стоическая обольстительность Леонида проявилась в его способности невозмутимо смотреть на жизнь и передавать это спокойствие окружающим. Калиста, очарованная покоем, который она обретала в обществе Леонида, постепенно осознала, что истинная красота заключается в безмятежности души. Как и в древних Афинах, юный Леонид продемонстрировал, что соблазнение заключается не только в экстравагантных жестах, но и в глубине мудрости, искренности и внутреннем мире. Любовь процветала в спокойствии добродетели, показывая, что философия стойков может быть руководством не только для жизни, но и для искусства обольщения. Повествование Леонида Сосим Калисты учит нас истинному очарованию, которое кроется в искренности, мудрости и внутреннем спокойствии, в отличие от мира, который часто придает большее значение поверхностности и грандиозности. Вместо преувеличенных жестов, именно добродетель и спокойствие становятся настоящими драгоценностями, способными покорить сердце. Настоящая связь строится не на пустых похвалах и лесте, а на взаимном уважении, глубоком понимании и умении находить спокойствие среди трудностей. Мораль в том, что в соблазнении жизни красота души и сила характера – самое мощное и неодолимое оружие. Благодаря искренности и открытости сердца настоящая любовь и уважение будут процветать, гарантируя, что отношения будут искренними и будут расти с каждым днем. Если вам понравилась эта история любви, подпишитесь на канал и поставьте лайк, ведь сейчас я поделюсь еще одной красивой историей, в которой стоическая женщина влюбляется в мужчину. В тихом прибрежном городке жила мудрая женщина по имени Ливия – страстная последовательница стоической философии. Ее спокойный вид и безмятежное присутствие выделяли ее среди толпы. Во время местного фестиваля Ливия встретила Маркуса – моряка, страстного любителя приключений. В отличие от остальных, Маркус не стремился завоевать Ливию экстравагантными подарками, а скорее был заинтригован ее мудростью. По мере того, как их разговоры углублялись, Маркус понял, что истинное соблазнение заключается в подлинности и внутренней мудрости Ливии. Со временем у них возникла глубокая и прочная связь, основанная на философии стойков и общих ценностях, таких как добродетель и спокойствие. Эта история учит нас, что истинное соблазнение связано не с внешностью, а с подлинностью и внутренней мудростью, которые могут обогатить не только индивидуальную жизнь, но и межличностные отношения. Общаясь с другими, помните о важности человеческих связей и искусства соблазнения. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал, чтобы получать больше информации об отношениях и личном развитии. Если вам понравилось, не забудьте включить уведомления. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо и увидимся в следующий раз.